Эко-боксы планируют установить близ социальных объектов в Алматы. Авторы уверены, что новизна позволит лучше хранить отходы и избежать неприятного запаха. Об эко-ситуации расскажет Элизат Акчурин. На кадрах, которые сделали жители, неизвестные вывозят мусор тачками и выкидывают вдоль тротуара. Авторы ролика заверяют, что это район Атакента, а люди, которые сорят повсюду, работники кафе и ресторанов. Мы называем этот район пищевым квадратом. Здесь открылись различные донерные, рестораны. Они привыкли бросать свои пищевые отходы в наши мусорные баки. Мы обращались в КСК и СЭС. Они нам сказали, обратитесь в Экимат или в отдел экологии. По идее, у этих кафе должен быть договор с мусоровывозящими организациями. Раньше подрядные организации увозили собранный мусор исключительно на свалке. А это колоссальный урон окружающей среде. Но с появлением нового мусороперерабатывающего завода в Алматы количество вывозимых отходов снизилось в разы. На предприятии ежедневно сортируют до тысячи тонн твёрдых бытовых отходов. С начала года в Алматы полигоны принимают отдельные виды отходов. Например, это пластик, бумага. Поэтому было принято решение построить завод по переработке мусора. Там проводится распасовка мусора. Какой-то оставляют, какой-то увозят на свалку. Но решить полностью проблему с мусором в городе только строительством одного завода невозможно. Каждый житель должен начать с себя. Как это сделала Ксения Бастанова. Сдавать бытовые отходы в пункт приёма для неё привычное занятие. Но девушка говорит, что делает это отнюдь не для прибыли, а чтобы сохранить город чистым. Один день проснулась и поняла, что выкидываю на мусор, столько всего накапливается. И я поняла, что это ужасно. Как-то приезжала по Копчегайской трассе, там эта длиннющая просто свалка с птицами меня поразила. Я подумала, надо хотя бы с себя начать. Таких точек по приёму мусора 24. Каждый пункт ежемесячно принимает по 100 тонн бытовых отходов. Только от людей зависит. Бывает и 100 килограмм в день, бывает полтона, бывает больше. То есть я практически каждый день вызываю машину. То есть у нас в диспетчерском, мы вызываем машину, увозят. Это хорошо. Увозят на центральную, на распределительный центр, в смысле пункт. А там уже распределяют, рассортируют, прессуют бумагу. Ещё одна мера, которая поможет сохранить чистоту в городе – установка экобоксов около социальных объектов в Алматы. Полномасштабная работа начнётся уже этой осенью. Ильза Тахчурин, Айгирим Ердовлет КЗ, Мурат Айжанов, телеканал Алматы.